Любочку не тронь к Степанычу, не подходи и не фотографируй. Тем более, если решил на этом заработать. В Омске прошло первое судебное слушание об авторских правах на городские достопримечательности. Зал заседания не смог вместить всех представителей СМИ, пришедших на процесс. Пришлось искать более просторное помещение. Предмет спора – подарочный альбом с фотографиями Омска, изданный к 300-летию города. За появление на его страницах памятников Любочке и Степанычу омский бизнесмен запросил несколько миллионов рублей. Авторы издания обескуражены выдвинутыми требованиями и отрицают, что преследовали коммерческие цели. Я сейчас музею передал где-то сотни тысяч фотографий. Я же не буду сидеть на этих файлах и требовать. Так, а если ты мне заплатишь, значит, я тебе дам. А если нет, то нет. Поэтому это, как вам сказать, это творческий отчет в этом альбоме. Истец Роман Рудаков владеет правами именно на изображение. Сами же скульптуры находятся на балансе мэрии. Вот такой юридический парадокс. Фотографироваться с Любочкой и Степанычем омичам все-таки можно. Но только для личного архива. А что касается юбилейного издания, истец настаивает, что часть из трех тысяч экземпляров была продана. Значит, прибыль издательством «Омский ракурс» получена. Если бы подарочный фотоальбом распространялся безвозмездно, правообладатель не стал бы обращаться в суд. Если Киан подтвердит, что все три тысячи экземпляров были передан безвозмездно, мы откажемся от исков. То есть на сегодняшний момент законодатель говорит так. Независимо, получил ты деньги, не получил ты юридического нарушителя. В нашем случае я считаю, что если безвозмездно, героический поступок общественной организации, мы просто откажемся.